Где и что убирать, то сам управляющим компаниям, а главное главам районов, необходимо знать до 22 апреля, подчеркивает мэр. Последние вообще должны изучить каждую тропу вверенного им района. Позже заниматься уборкой времени просто не будет на курорте. Грядет череда событийных мероприятий. Поручение Анатолий Пахомов дает и своим заместителям, которые в свою очередь обещают перейти на круглосуточный режим работы. Столько подпорных стен, их надо обязательно покрасить. Естественно, что пришло время делать хорошую размирку. На ямочный ремонт денег не жалейте, добавим. Но ям не должно быть. Сегодня главам района Мухдин Вадимович сказал, чтобы объехали буквально все тропы, хорошие, плохие дороги, зашли во все уголки, чтобы на самом деле понаходили фронт работы. У меня такое ощущение, что главы районов все-таки по своим районам не ходят. Отметил Анатолий Пахомов и необходимость усиления работы по выявлению неподключенных к централизованной канализации горожан, из-за халатности которых курорт зарабатывает себе антирекламу. А Сочинский водоканал, по словам мэра, просто бездействует, хотя остановить этот беспредел, в том числе в силах данной ресурсоснабжающей организации. Ему прокурор говорит, что вы имеете право и отключать, и отрезать. Они все равно продолжают этим заниматься. Здесь можно и в суд передать, и дисквалифицировать в судебном порядке директора водоканала. И я готов к этому. Мы подключим край, потому что они этим не занимаются. Субботник субботником, Мухдин Вадимович. Но главнее задачи нет, чем выявлять, выявлять и выявлять тех, кто сбрасывает фекалии. И делать вид, что этого не происходит, нельзя. Что касается кампаний по сносу незаконно возведенных павильонов на набережной, то к этой работе глава города призвал приступить незамедлительно. Постановление уже есть. Подняли на планерном совещании и актуальную сегодня тему взаимодействия УВД с гостиницами по вопросу предоставления сведений о постояльцах. Необходимые соглашения с миграционной службой из 1700 объектов туриндустрии заключили лишь 318. Остальным принять новые условия все же придется. Ко всему прочему, накануне председателям правительства страны подписано постановление об ужесточении мер безопасности в объектах размещения туристов, где в скором времени могут появиться и рамки досмотра. Следить в городе начнут и за ночными гонщиками. Места шумных заездов как властям, так и полицейским известны. Сейчас рассматривается вопрос об установке там камер видеонаблюдения. Поделился Анатолий Пахомов и позитивной новостью. Один из корпусов – санатория Москва, что в микрорайоне Светлана, в скором времени будет переоборудован под детский сад. Сейчас территория частично заброшена, но 22 апреля здесь, как и во всем городе, состоится субботник. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.